Это реально! Финика работает! Кирилл супер! Совсем недавно Кирилл Дарвунин был для многих спасителем. Именно он основал Финика в 2019 году. С ее помощью можно было получить легкие деньги. От друга узнал. Он в ней участвовал, а смол, то есть тоже сказал другой друг. Ну и вот так вот, то есть Сарафан и Айрадзо. Работала организация так. Например, вложив в компанию 100 тысяч рублей, на выходе можно получить в 3-4 раза больше. В основном вклады направлялись в покупку автомобиля, квартиры или пассивный доход. По доступной информации, за 3 года в компанию вложили более 7 миллиардов рублей. С основателем компании нам связаться не удалось, но вот что он рассказывал ранее. Я, допустим, вступил в вашу компанию, и мне нравится работать с вами и в денежном плане, и во всем остальном. Если я привлекаю народ, я же с этого имею процент, правильно? Вот такусенький. И то вы его не сразу получите. Получается обычная технология «приведи друга». Пирамида растет за счет новых участников. Это объясняет нам и в банке простой признак неладного. Еще один – гарантия высокого дохода. Здесь предлагали чуть ли не 35%. Реальной деятельности организация не занимается. В реестрах Банка России финансовых организаций она не находится. И, соответственно, ведет активную рекламную кампанию по привлечению новых и новых вкладчиков. Сайт Банка России, кстати, регулярно размещает информацию о недобросовестных компаниях. И Финника там давно, что, впрочем, не мешало людям попадать в финансовую ловушку. Николай потерял больше 300 тысяч рублей. Габарит, в начале были даже и выплаты. Начало приходить не в биткоинах, как это было раньше, а в монете ФНК, которая очень быстро обесценивалась. Они хотели легализовать свою кампанию. В итоге кампания осталась. Лидеры, которые были, занимались ею, то есть поссорились. И монета упала до 50 центов. Вроде сейчас 50 центов стоит. И выводы приостановились. Именно так Николай объясняет, почему все закончилось, а он потерял деньги. И не только он. Еще одна наша участница сказала, что посоветуется с наставниками, но на связь так и не вышло. Прячутся и пострадавшие. Юрист говорит, что вернуть деньги практически невозможно. А в Финнике она наслышана. На самом деле это какой-то ИПшник. ИПшник этот торгует компьютерами, периферийными устройствами, как сейчас помню, что-то такое. Самого юридического лица такого в России не существует. И это тоже должно было насторожить будущих клиентов. Сколько в Алтайском крае потеряли деньги, неизвестно. Но даже среди наших знакомых есть пострадавшие. Будьте внимательны с деньгами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.